добрый день в эфире особое мнение сегодня в нашей студии два гостя эльмир алиев и андрей гроссу здравствуйте андрей расскажи о себе где ты родился где ты учился где ты вырос не родился в поселке курсаково там же и вырос учился тоже в курсаково и сейчас учишься в школе сейчас учусь в колледже расскажи об этом и стринском педагогическом колледже интересные какая у тебя специализация социальный работник тебе нравится там учиться можно сказать нравится но ты на занятия хочешь или ты весь спорте как футболисты прогуливают все потом раз по семестр появится нет когда большую часть хожу когда не получается соревнования тогда пациенты с разные но есть и хорошие на разные вместе хорошие последний раз в нашей студии профессиональные спортсмены были по особому случаю один из истринских боксеров выступил в профессиональном бои и одержал победу какие у вас успехи я знаю что вы были не так давно на соревнованиях да как назывался первенство россии по кикбоксингу первенство россии по кикбоксингу то есть ваш вид спорта это кикбоксинг на расскажите про соревнования последние и как они прошли соревнования прошли более-менее нормально мне удалось там выиграть два боя из трех я там стал вторым хотелось бы конечно первым стать сколько всего участников было участников было 740 человек вашем весе было 7 человек по какому принципу проводится то есть там жеребьевка каждый с каждым да или как да в жеребьевке обычно вот на мужиков разводят сильнейших которые уже проявили себя на международной арене там действующие чемпионы россии практически у юношу фьюниоров слепая жеребьевка вот но на данный момент на последний первенство россии так было в чемпионате у нас идет как бы четкая жеребьевка выводят сильнейший полуфинал финал ну давайте наверное на ты мы друг друга знаем мы можно сказать занимаемся в одном зале поэтому не будем притворяться хотя нам часто комментаторы в ю тубе пишет неприятно слушать алексей когда ты тыкаешь ну что делать мы давно знакомы и лишний официоз мне кажется здесь неуместен и так последние соревнования расскажи о них двух словах ходила на среды на эти соревнования отбора на первенстве московской области на первенстве цифрова потом поехал на первенство россии первый бой получился хороший выиграл в первом раунде второй бой выиграл победителя первенства европы 2021 года в финале уступил сопернику 2 1 потому что в полуфинальном бою немного позабился мышцы забились стали как получилось стал вторым но результатом целом доволен целом не очень доволен выполнить норматив мастера спорта и получить мастера спорта в чем разница спортсмен как бы должен не менее три боя провести речь идет о юниорах да юниор отличается от мужиков сейчас двух слов не менее три боя из них двух должен победить и занять первое второе место то что андрей гроссов подтвердил так скажем выполнил этот норматив провел три боя стартанул с 1 4 выиграли полуфинале кстати он говорит проиграл я как тренер я бы не сказал что проиграли мы весь бой атаковали есть видеозапись ну судьи видит по-другому там допущены было несколько ударов ногами то есть на руках мы как всегда как бы особо не проигрываем своим соперником были несколько ударов лоуки которые он там не поставил шит судьи ушли то как бал буквально один балл решал исход боя хотя мы до последнего думаешь ему видел и победа будет за нами вернуть то что выполнение то есть допустим спортсмены выполняет это требование министр спорта документ подается федерация министерства спорта и ждем приказ а вы какую федерацию представляете федерации кикбоксинга московской области федерация кикбоксинга В Московскую область входит федерация кикбоксинга России. В федерация кикбоксинга России входит международная ассоциация ВАКа. Сегодняшний день всеми мерами признаны, признаны уже как Олимпийским комитетом. Ждем, когда включат программу основную. Включили европейские игры, исламские, азиатские игры, панамериканские игры. В этом году в Бирмингеме состоится всемирная игра. Также в кикбоксинг в эту программу включен. Это очень круто. Осталось единственное видеть кикбоксинг на большом Олимпийских игре. Вообще, конечно, удивительно, что до сих пор такой зрелищный вид спорта с четкими правилами, с понятными, не представлен на Олимпиадах. Тут потому что МОК, Международный Олимпийский комитет, я так понимаю, с своей точки зрения, не скажу. Требования, я думаю, что непростые. Тут непонятные виды спорта, конечно, сразу становятся Олимпийскими. Да, пусть никакой вид спорта не хочу расстроить. Я выступал 6-7 видов спорта, так скажем, даже на международной ранее. Он один из зрелищных, один из привлекательных видов спорта. Кикбоксинг. Давно должен был быть в программе, так скажем, Олимпийских игр. Но, к сожалению, в сегодняшний день какие-то шаги делаются. Это не знаем, чем связано. ВАКа, это Международная Официация, так не торопится туда. Или Международный Олимпийский комитет, условия такие, так скажем, жесткие. Но на сегодняшний день скажу, что по численности это самый массовый вид спорта в России. Самый массовый вид спорт по единоборству Истринского района. Я 17 лет тренером работаю. У нас с 90-х годов тут чемпионы были. Есть и будут. Потому что это паровоз. Набираем обороты. И мы хотим показать, что мы можем больше. Вернемся к мастеру спорта, к этому почетному званию. То есть у Андрея будет книжечка, значок, как в советские времена. Он не почетное звание. Извините, перебью, исправлю. Почетное звание – это заслуженный мастер спорта. Это норматив выполняет мастер спорта. Это разряд. Есть мастер спорта международного класса. Дальше уже идет заслуженный мастер спорта. Первенство объяснил, как выполняется норматив. А в чемпионате в тройку надо попасть. Не в двойку. Если в юниорах надо в двойку попасть, чтобы мастера выполнять. Это и в боксе такие же требования, в кикбоксинге и других, мне кажется, единоборств. В требовании попасть, например, юниора в двойку. А по мужикам в тройку при условии двух побед. То есть на чемпионате России надо как минимум или на первенстве две победы. Потому что этого достаточно. Кому-то кажется, что что такое две победы. Поехал кто-то на открытый турнир, там три боя выиграл. Но извините, давайте открыто. То есть отобраться на первенство России, это не просто так. Андрей выиграл первенство Московской области. Причем там также в финале выиграл Басюбина Владислава, который уже был победителем первенства России. ЦФО мы прошли уже не первый год. Он шести-семикратный победитель первенства Центрального федерального округа России по кикбоксингу. Это не просто так. Тем более в тяжелом весе, это еще тяжелее. Как он правильно сказал, что у них реально один из лучших боев по юниорам был. К этому бою был очень большой интерес. Интересы стороны руководства федерации, старших тренеров обсуждали. Ему было очень интересно, кто из них выиграет. Андрей или Саша из Приморского края. Парень очень хороший. Возраст одинаковый. Юниора 17-18 лет. А вот сейчас на первенстве России какой был возраст? 17-18, 15-16. И дальше плюс 18-19 лет, ты считаешь, что уже выступаешь по мужикам. Я видел на тренировках спарринги с более взрослыми соперниками. То есть уже такими половозрелыми мужчинами, там 30+. Но на соревнованиях пока Андрею противостоят более молодые соперники. Да, потому что Андрей, я уже сказал, что он тяжелый вес. У нас в зале юноши и юниора нет таких габаритов парней. Но у меня в группе занимаются опытные ребята, которые когда-то выступали. И сейчас выступает. Лев Альперович, Джон Жуа, Ливан и другие ребята у нас есть, которые, так скажем, не раз выступали. И выступают в сегодняшний день. Умеют конкурировать с Андреем. И дать ему жару, как называется, в боксе. Ну, конечно, тяжело, когда ты на Большом море не выступаешь. У нас же ведь некоторые не понимают, что думают, ну, поехали. Ну, а что там, заняли место, да. Вот, например, мне не нравится, как в сегодняшний день в нашем районе, я открыто скажу. Кто-то в фестивалях участвует, чуть ли не всю страницу посвешают им там СМИ. Что администрация, что обычные местные СМИ, да. Тут первенство России выиграешь, там, какой-то 1-8 часть или 1-4 журнал или там страницу выделяют в двух словах. Как-то, вот знаете, честно, неприятно. Сравнивать какие-то открытые турниры. Мы же тоже ездим и фестивалем, там, участвуем в разных мероприятиях. Открытые турниры региональных, всероссийскому уровню, да. Но отдать должное первенство России, выигрывать или призывайте, это очень круто. Ведь ребята же представляют наш городской округ. Вот в Анапе подняли флаг Истринского городского округа. Это здорово. Но на страницах Истры РФ про вас не забывают. Да, я хочу сказать большое спасибо всему коллективу. Истры РФ, они реально и со стороны, так скажем, медийности, и финансовой, и духом. Хочу славу и благодарности передать Черненьку, Владу, нашему директору клубу, руководители Истры РФ, Истранет и оценка Дмитра Анатольевича, реально помогают. Не раз вот на улице видят, в зал заходят, все время говорят, чем помочь, что надо там, да, вот как дела, какие планы. Нам этого даже иногда достаточно приятно. А то, что касается вот некоторым чиновникам, да, так скажем, ну, даже может, у нас есть определенный депутат, которые должны работать с спортсменами, с клубами, узнавать. Я лично ходил, голосовал за определенных людей, призывал своих товарищей поддержать, потому что эти люди склонны поддержать молодежь, спорт. Не только моих бойцов, есть другие. Сегодня озвучили там про боксера профессиональный. Он первый бой провел, Миланин Валентин, хороший парень, хороший парень, тренер у него опытный, как бы грамотный, да, есть цели. Тоже парень выиграл по юношам, первенство Европы и первенство России, по-моему. То есть это немалые результаты. Но, увы, все остается на стороне. Иногда незаслуженно получаем, как бы, оценку со стороны нашей, так скажем, властей. Не буду конкретно кого-то говорить. Вот лично ко мне, к нашим ребятам относится Мурат Рамзанович Белалов, начальник спорткомитета. Хорошо, проводим мероприятия, идут навстречу, помогают, звонят людям, что, как бы, по возможности нам помогли. Вопросов нет. Но то, что получается, вот в Черногории мы столкнулись, домой письмо обратились, у них нет такого финансирования за границей спортсменов. Ну, мы к этой теме еще подойдем. Давайте еще к Андрею вернемся. Интересно, ты помнишь момент знакомства с Эльмиром? Как произошло ваше знакомство с тренером? Я пришел вместе с сестрой в зал. Сестра тоже пришла кикбоксингом? Да. Тоже победительница первенства России. Финалистка Кубка мира в Будапеште, Венгрию, 17-го года. Ну, расскажи, пришли в зал. А где это было? Это была улица Лельна, дома один. Улица Лельна. В подвольном помещении. Как ты там из Курсакова оказался? На электричке ехал. Нет, изначально позвонили родители. Мама, папа. То есть они целенаправленно к Эльмиру везли? Да, папа посмотрел по интернету, то, что у него дают ребят результат. Позвонил, записал у нас. Мы пришли сестрой заниматься. Там все началось. И сколько продолжается? Сколько? Семь лет. Другого тренера у тебя не было никогда? Нет. Потом он что-нибудь завоюет и его переманит. Да, Андрей, изначально сестра, она старше на два года. Хорошо начала она там. И были хорошие ребята у меня. Они пришли в зал, и ты сразу понял, это перспективно или нет? Вы знаете, иногда бывает. Взгляды тренера, родители, бойца очень разные. Я когда смотрю, приходят ребята, да, там какие-то навыки у них есть. Пусть они не понимают, что такое единоборство, но они умеют. Некоторые очень резкие, гибкие. Мы это все видим и понимаем, что вот с таких ребят получится. Есть, конечно, тут еще характер и желание родителей. Есть некоторые, которые привозят на тренировку, чтобы не травмировать ребят для самообороны, чтобы чем-то они были заняты. Есть некоторые, которые целенаправленно хотят, чтобы у них какие-то спортивные достижения были. Вот у Андрея отца и матери до сих пор есть, было. Они горят, они очень хотят, они его и по телефону звонят перед выходами, настраивают, что давай. А если бывает, что проиграл, так скажем, играть ничего, в следующий раз у тебя получится. Ну это здорово. Это очень хорошо. Они тебя вагонят на тренировку или ты сам хочешь? Бывает такое, что очень устал и не хочется идти. Но они говорят, надо идти на тренировку, заниматься, чтобы были какие-то успехи. Ну я его понимаю, потому что на вот это первенство России мы две недели в день-два раза тренировались. То есть на каких можно о учебе думать, личной жизни. Пришел с утра, потренировался, пошел покушал, отдохнул на вечернюю тренировку. Это очень тяжело. Кто думает, что со стороны это так легко, это не просто так, это еще нервы должны выдерживать. Организм иногда говорит, что вот, ну как бы, я устал, я не могу. Но ты приходишь, дальше работаешь. И ты с этим понимаешь, что горд собой, что все получается и мы можем выигрывать. Ведь мы иногда видим, что очень перспективные ребята, да, там отметили полуфинале, был такой один из угрозных, так скажем, парней. Но мы к нему и психологически, тактически готовы были. Мы это сделали, да, там очень много было обмена ударов, очень такой бой был. Как вы готовитесь к соперникам? То есть по видео вам достаточно увидеть слабые стороны? Там левая рука низко держит или какие нюансы? Как тренер скажу, как бы, да, Андрей на сегодняшний день трехкратный победитель первенства России. Он по восточному боевому единоборству юношек и юниоров выигрывал первенство России. Уже достаточно по кикбоксингу победитель первенства России по юношам, тяжелом весе, призер по юниорам первенства России прошлого года. Опыт достаточно хороший. Естественно, мы знаем, кто только подключился, да, на эти первенства России, кто уже бьется. Есть у нас некоторые соперники, которые уже не первый год знаем, и не один раз мы с ними боксировали. Многих знаем. То, что остается заграничных, да, мы пользуемся соцсетями, ютубом, смотрим, изучаем бои. И к этому, наоборот, хорошо мы опыт имеем. Мы не боимся, когда видим сильных соперников, потому что у каждого сильного мы ищем слабые места. Ну, сейчас вам для тренировок предоставлен зал школы бокса Агеева, Велиминова, 48. А начинали вы Ленина один, да? Ну, да. Практически долгое время Андрей занимался с Ленина один. С 14. Я этот клуб открыл в 10 или 11 году. Он был один из успешных клубов нашего района. Ну, сравни вот два зала. Как было там и как здесь. Что нравится, что нравится? Ну, там подвал, конечно, подвал. Условия, конечно, мы сами создавали. Очень много денег вложили туда, в этот подвал, на помещение. А что сейчас там? Его кто-то отжал или что там? Нет, он сейчас существует там. Ведется тоже секция. Дипломатично ответил. На коммуковом уровне, да. Ну, ведется какие-то секции. У нас же много в подвалах. Я на прошлой передаче говорил, что у нас не хватает, как в некоторых районах Московской области, по России. Мы ездим на всех регионах, бываем в это повторно. В этой Ванапе, поселок Витязи, так получилось, что мы восьмой раз уже на соревнованиях съездили. То есть Андрей в сентябре в прошлом году выиграл юношеские всероссийские соревнования по боевым искусствам. РСБ проводит. Это масштабное мероприятие. Он успешных два боя выиграл. Там Ковалев Федор у нас призыва шел. Там Тарасов Иван, ученики мои. Есть в некоторых районах построены центры единоборств. Там много видов спортов. Приходят, тренируются. И есть спарринг-партнеры, и есть здравая конкуренция. Хорошо, вот так скажем, Дмитрий Анатольевич создал этот клуб. Свои деньги открыл. Такой же зал, большой зал у нас в районе. Был бы таких 3-4. Было бы здорово. Но этот зал вам нравится? В нем все есть. Да, нравится. Нравятся отношения к нам. Нравятся условия. По единоборству у меня очень много народ ходит. Больше 100 человек посещает нашу секцию. Кикбордс ко мне. Люди, наплыв есть, даже сейчас хотят записаться. Я говорю, мы через месяц уходим на летние каникулы. Учебно-тренирующиеся сборы. Пойдем приходить к нам в августе-сентябре. Люди расстраиваются, потому что не могу сейчас взять. Через 20 дней, 30 дней уже, скажем, сезон заканчивается. Я говорю, записывайся на мой учебный сезон. Пожалуйста, мы будем рады вас видеть. Представьте, в этом году я два года работаю в этом зале. Андрей за два года успел по двум видам спорта выполнить норматив. По восточным боевым единоборствам мы уже ждем приказ. А сейчас только подаем документы на мастер по кикбоксингу. Андрей, его так встретишь на улице и не скажешь, что он спортсмен. Телосложение, так скажем, не выдает в нем великого бойца. Ты уж не обижайся. Это тяж. Это тяж. Парень любит у нас вкусно покушать. Вамимо вкусно покушать, какой у тебя отдых? Компьютерные игры? В компьютерные игры не играю. А чем же ты занимаешься? Гуляю с друзьями. Кино сходишь. Театр. Кино, театр. Съездим там где-нибудь, прогуляемся. А девушка, личная жизнь? Вот, пожалуйста. Истринские девушки могут присмотреться. Нет, мы пока не разрешаем. Да, потому что это... Наложил обид без братья. Не раз очень хорошие ученики, конечно, слабохарактерные в этом плане. Теряли голову. Да, теряли голову. 7-8 лет занимались, добивались каких-то успехов. Выполняли кандидат в мастер спортного мотива. И хоп, влюбились, говорят, а все, мы больше не хотим убить и больше не будем ходить, потому что меня ждет на улице любимая девушка. Вот, пожалуйста. Многие родители не хотят в юном возрасте отдавать детей в единоборство, потому что там носом сломают уши. Как вы с такими родителями ведете работу? К сожалению, могу сказать, согласен некоторыми родителями. Ведь у нас квалифицированных-то в районе тренеров, пусть на меня никто не обижается. Посчитать пальцем можно, да. Я еще не говорю, что какие-то спортивные навыки, он мастер, не мастер, подготовил хороших пальцов. Это вопрос второго значения. Есть ли у него педагогическое образование, умеет ли с детьми общаться, можно ли ему довериться, да, детей. Мальчики зашли в зал, несет ответственность тренер. Я считаю, что вот по себе я несу за здоровье, в первую очередь должен, если решили мальчики спарринговаться, как-то отрабатывать в парах какие-то задачи, должны одевать амуницу, капу, бинты, перчатки, ракушки, щитки, шлем. Шлемы тренировочные, которые скулы защищают подбородок. Это очень важно. В первую очередь беречь здоровье детей. Иначе рано или поздно приведет к этим последствиям сломанные челюсть, зубы, уши, нос. Да, в основном за носы переживают, что эстетика будет у молодого человека нарушена. Да, но надо беречь, еще раз говорю, есть такие специальные шлема, которые бамперами и до носа не дойдет удар. Опять-таки, с кем в парах постоишь? Если речь идет тяжелых весов, да, опасно. Если это легкий вес, 40, 45, 50 кг. Обычных шлемов им достаточно. Шатки большие надо одевать, от этого тоже зависит. Вот 10, 12, 14, подростка одевают, удары мягкие становятся. Когда одевают 6-8, некоторые не понимают. И даже вот те неопытные тренера говорят, да, ради бога, пусть одевают что есть. Они не понимают, что они калечат других детей. С этим и маленькими перчатками. Сейчас, как мы уже выяснили, ходит большое количество людей, и многие хотят еще записаться. Но помимо Андрея, есть перспективные ребята? Может, кого-то мы выделим? Есть, если начинать, что подрастающее поколение, да, начнем снизу. У меня на сегодняшний день из самых юных Олег Толстошеев, очень хороший, перспективный мальчик по боксу выступает. Тарасов Иван, он призер всероссийских соревнований. Есть Габучаев Рашид, есть девушка, первого Кристина выиграла по восточному боевому единоборству первенства России по юношам. По юношам также есть девушка у нас, Кочкина Алина. Она выполнила норматив кандидата, мастера спорта на первенство России, заняла второе место. И она очень много разных турниров выигрывала. Первенство первенства Московской области по восточному боевому единоборству. С осенью начинаем с ней уже ездить на соревнования по кикбоксингу. Хотя уже она выступала на открытых рейнгах. Но речь идет о официальных соревнованиях, отбора на первенство России в следующий год. Дальше у нас есть один из перспективных, так скажем, с Андреем ездит на всероссийский первенство России, Ковалев Федор. Вообще планируем в следующем году с большой командой поехать. Над этим работаем. Опять-таки без поддержки, помощи, особенно финансирования, очень тяжело. Куда-то не едь, в Анапу, за Сочи. Какие-то друзья нам помогают, компания наша помогает. Но сколько это будет продлиться, не знаю. Один раз помочь, это хорошо. Но это же постоянные поездки. Сейчас впереди у нас учебно-тренировочные сборы. Три недели летние. Сейчас, если ограничения еще снимет, ведь Андрей же не только норматив выполнил, он еще отобрался для участия в первенстве мира в Ирландии. Если все ограничения снимет, к осенью мы будем готовиться на первенство мира. Опять-таки столкнемся с проблемой, которая прошла год. Нет финансирования. Официальное письмо написали нам. Это осенью прошлого года вы собирались выступать? Мы, конечно, поехали. Я поехал, Андрей поехал. Друзья помогли, компания из страны. Есть такой еще человек, постоянно Андрей помогает. Лесстрой. Компания Лесстрой. Андрей зовут его, да. Мы ему тоже благодарны. Постоянно Андрея, отдельно Андрея, он помогает. Он дружит с его отцом. Но столько таких людей будет постоянно нам помогать. Ведь они же, если поедем пять человек, это как? Ну да, это серьезные расходы. Ну а сейчас, получается, мы тоже изолированы вы от остального мира. Да, но не надо забывать, что наши страны необъятные. То есть очень хороших ребят много. Достаточно можно внутри дома готовиться. У нас очень хорошие областные соревнования проводятся. Ребята очень хорошие в Москве есть. Один сильнейший команды – это Москва. Центрального федерального округа хватает. Турниров все российские впереди очень много. Кубки России. Ну, будем внутри России. Ничего страшного. Мы победим. Везде победили. И на войне победим. И все уверен, что станет лучше. И все станет на свои места. А вообще есть шанс до Олимпийских игр дорасти? Думаю, что да. К 28-му году идет разговор о включении. Шел Андрею 17 лет. Какие его года? Ну да. Я до 37 лет выступал. Как бы никому не секрет. То, что касается веса, Андрей абсолютно боксировал. А мужики мы хотим перейти до 91-го весовой категории. До 91-го килограмма весовой категории. Там уже нам будет, я думаю, что ребят будет хватать. Но мы не будем уступать в габаритах. Потому что в тяжах бывает на 20-15 килограмм тяжелее его соперники. И что в финальном бою парень был тяжелее его. То есть это кажется. Рост. А когда в одной весовой категории, неважно, ты выше роста, ниже. И все-таки я считаю, что это более приближенная конкуренция. На в школе и в колледже и в реальной жизни тебе приходилось навыки кэкбуксинга применять? В жизни приходилось пару раз. Ну я вам так скажу, он добрый парень. Он не склонен к дракам. Он наоборот. Мы еще на тренировках ведем разговоры, что не применять. Я маленьких, мальчишек даже вплоть до, так скажем, угрожаю. Если вы будете применять, я некоторым училителям не знаком. Если шалобы дойдут до меня, я отчислю вас. Больше не будете ходить. Вы укусите такой шанс. И они говорят, мы будем справляться. Конечно, есть некоторые ребята, так скажем, склонны к этому. Что не говорит, толкают, огрызаются, вызывают на драку. Мы ведем разговоры и воспользуемся этим моментом. Приглашите ребят, которые, так скажем, у нас есть некоторые отделы по делам несовершеннолетних и защиты их прав. Если у них есть такие ребята, которые непослушные, приглашаем привезить их к нам. Мы их бесплатно потренируем, с ними будем работу вести. И через полгода будет результат на глазах. Но сегодняшний день того дошло, что какой-нибудь там пакетик дают, фоткают, выкладывают в интернете. Что-то делают, выкладывают в интернете. В субботниках лопатку берут, для галочки фоткают. У нас есть материалы. Мы, так скажем, пятитонники собирали, мусор. Молча без фотографий. Молча, да. Ну, есть, мы особо не писали, не публиковали. Но все меняется, потому что надо везде галочки ставить. Допустим, вернусь к тому уже в наш район. Мне есть еще много чего сказать. Конечно, это многим на местах не понравится. Медицина, да. Говорят, у нас больше 20 тысяч людей занимаются общим спортом. Легкая атлетика, едино-мороста и так далее. Ну, а где они обследуются? Где медицинский осмотр? Где реабилитационный центр? Вот сейчас у нас будет наша поликлиника. Хочу, чтобы там глава этой поликлиники выслышала нас. Чтобы отделение... Я даже письмо писал администрацию. МОСОБУЛДУМА. Куда только не писал, чтобы у нас отделение спорта было. Вольница, поликлиники. Там, чтобы один раз, два раза в неделю какие-то врачи собирались и проходили. Ведь мы все время в Москву ездим. Вот углубленный медицинский осмотр мы проходим через спортивную школу, где ребята у меня зачислены. Например, Андрей зачислен, он там бесплатно проходит. А те, кто не зачислены, они должны платно пройти. А это стоит очень больших денег. Как можно ребят взять, когда не знаешь, он здоров или нет? С виду это не показатель, что он здоров. Конечно, нужны МРТ. Да. Может, ему вредит этот вид спорта. Допустим, участие в крупных соревнованиях требует МРТ. И также углубленный медицинский осмотр за три дня. Вы представьте, в первенство России едешь и проходишь все вот это обследование, что он должен быть здоровый. И еще там врачи осматривают их лично. Каждого спортсмена. То есть они могут не допустить. Если вес гонял, давление низкое, как-то визуально вид не понравился врачам. Они имеют право не допустить. Сейчас каждая федерация, каждая секция предоставлена сама себе. Задачи, цели, организация движения к этим целям возложена на плечи тренеров. И косвенно на родителей, которые так или иначе все равно финансовое бремя занятий спортом своего чада несут. Вот так организовано. И, видимо, это не только выстрее, это, в принципе, по всей стране. Любой спорт, даже занятия, которые лишь отдаленно напоминают спорт, спортивные виды. Ну, никому не секрет. Ездим на все соревнования, так скажем, или друзья помогают, или родители, или своего кармана. Кто это делает, например, да, там другие допустят. Все тренера так и делают, не только я один. Другие люди приходят, говорят нету. Так легко сказать нету. Зачем вы тогда там сидите? Вы для чего там нужны? Ваша задача помогать нам. Нет сказать, это не выход из ситуации. Всему есть решение. То есть Совет депутата должны внести рассмотрение, как бы в бюджете выделить каких-то денег. Много-то не надо на поездки. Один миллион, полтора, два миллиона на весь район, на весь городской округ хватит. Сколько человек у нас ездит, отбирается на эти крупные соревнования? Три, четыре, пять. По сто, сто пятьдесят тысяч рублей, даже миллиона рублей не уйдет. В бытность работы Дунаева Андрея Геннадьевича, главой, были спортивные конференции. Назывался Истринская федерация единоборств. Пару раз я точно на таких собраниях присутствовал. Приезжали руководители, тренеры различных кружков секции от Новопетровского до Дедовска. Говорили о своих проблемах, обсуждали организационные вопросы. На мой взгляд, далеко продвинуться в решении организационных вопросов не удалось. Но хотя бы были собрания, на которых их слышали, слушали. Сейчас в таком формате вас кто-то собирает? Вот, это очень хороший вопрос, больная тема. Как есть, вот. Да, как есть, открыто скажу, да. Еще раз вернусь. Начальник спорткомитета лично, я звоню, пиши, он выходит со мной на контакт. По мере своей возможности человек помогает, да. Но не все от него зависит. Но когда коллегиально мы собираемся, в сегодняшний день ведь много чего решает совет депутатов. Они вносят в бюджет изменения. То есть не глава, замглава района, начальника отдела. Что он может сделать без их ведомства? Согласны? Когда закон не позволяет, что он своего кармана будет нам давать? Нет, конечно. То есть мы должны с нами встречаться, так скажем, депутаты. Что такое депутаты? Это слуга народа. Они должны с нами встречаться. Да, очень хорошо была идея. Я на всех этих собраниях участвовал раньше. Не хватает коллегиально собрать туда ведущих тренеров. По легкой атлетике, игровым видам спорта, единоборства. У нас есть хорошие специалисты, у нас есть хорошие спортсмены. Но финансирования у них также не хватает. Нет такого, чтобы скажу, их финансируют, нас нет. Эльмир, да я даже не про финансирование говорю, я говорю про организационные вопросы. Организационные, да. Где бы с вами встречались и понимали в какие-то ваши нужды элементарные. Помимо финансовых, есть организационные вопросы. В этой студии не так давно был представитель главного истринского, так скажем, футбольного сообщества, Голованов Сергей, главный тренер футбольного клуба Истра. И он ровно о том же говорил, что все, что происходит в истринском футболе, все держится на энтузиазме тренеров. А так, в принципе... Я с ним абсолютно полностью согласен. Это такие есть и на родителей, и на тренеров, на товарищах. К сожалению. Мне кажется, определенным людям не до нас, но хотя зря они так делают. Вот везде хотят статистику, но на местах занимаются педагоги. Работу ведем мы, педагоги, неважно, в школе, в кружках, в секциях. Представьте, с улицы детей сегодняшний день заинтересовать в спорту. Вы думаете, так легко? Вы на своем мероприятии собираете людей там за денег. На каких-то там раздаете конфеты, шары там, да, чтобы только пришли. А к нам приходят. Это же тяжелый путь добиться успеха. Но многим нравится. Но для этого нужно удобство. Зарплату нормальные там тренерам дать. Чтобы мы не уходили работать в Зеленограде, Москве. Очень много предложений. Частные фитнес-клубы. Да, Андрей сам знает. Готовы ему платить деньги, чтобы он за другие клубы выступал. Но это не из нашего района. Зачем мы таких ребят должны давать? Почему нас не могут это все создавать? Четыре-пять хорошим ребятам дать небольшую зарплату. Так скажем, поощрение. Стипендию. Да, стипендию какую-то. Мероприятий не хватает в нашем районе. Я раньше проводил в один год, помню, по три-четыре мероприятий проводил. Силовой экстрим, армористринг, кикбоксинг, областное первенство. Сумасшедшие были времена. И люди денег давали, и возможности были другие. А почему никаких первенств городского округа Истра по кикбоксингу не проходит? За три дня, я вам скажу, расходы на соревнования. Вот, допустим, надо купить за свои деньги медали кубки, оплачиваемые в суде. Скорая помощь сейчас стоит 2 850. Час. За три дня уходит порядка 75-80 тысяч. Столько же уходит на суде. Аренда зала столько же. Вы понимаете, открыт турнир трехдневный, он обходится не меньше 300-400 тысяч рублей. Кто будет готов финансировать? Вопрос денег. Да, вопрос денег. К сегодняшний день бесплатно ничего нет. Если бы, конечно, выделялось бы там, вот, например, 13-14-15 годы я соревнования проводил, да, скоро помощь была бесплатна. То есть это не решает район. Сейчас на региональном уровне так сделали, в других районах то же самое. В Москве, по всей России, скоро помощь стала коммерческой структурой. Но люди, которые там наверху сидят, да, услышите нас, а как мероприятие проводить? Почему мы должны спортивные мероприятия платить, еще платить за это деньги? Еще раз возвращать. Для чего вы нужны? Если вы нам не готовы помогать, мы никого не боимся, мы никого ничего не просим. Мы ничем хуже, чем они, которые там сидят, да. Я, извините, заслужен мастер спорта Республика Азербайджан. За плечами очень большие награды. Иду к какому-то там человеку сказать, помоги, чего. Он начинает там нам мораль читать, да, и краснейший ходишь, жалеешь, что ты пошел к ним и обратился. Хотя их, так скажем, в первую очередь. Пишем определенным людям, давайте встретимся, давайте, сегодня-завтра, сегодня-завтра, игнорируйся. Нет, не могут, говорят, с нами не встречаться, не хотят. Ведь они не понимают, что мы, наше молчание, это не с того, что мы стесняемся или ничего не умеем. В нашем клубе занимается больше 150 человек. Представьте, плюс их родители. У нас порядка полтысячи человек только в нашем клубе из поддержки, да. Люди могут в своих соцсетях написать и говорить. Обращением мы можем. Мы же просто молчим, сидим и ждем, думаем, сейчас все будет. Мы же спасли, привыкли терпеть. Вот и сидим, терпим, но терпение рано или поздно у нас лопнет. Пусть на нас никто не обижается. Говорю правду, как есть. И меня поддержат многие мои коллеги. Зайти в соцсети, посмотреть моих коллег, пишут. Пишут свои недовольства, причем открытым текстом. Но никого это не волнует. У нас, посмотрите, сколько в нашем районе алкомаркетов. Сколько в нашем районе одни табаки продают. Вейпы. Вот эти эксы. Коляные. Что это такое? Куда мы двигаемся? Вот как мы привлекать собираемся молодежь? Ночные клубы, самые пафосные. Вот в этом стимул жизни, что ли. Сегодня подростки. Я уж по улице хожу. Вчера с детьми гулял около плошади. С двумя-тремя парнишками я беседу провел. Я говорю, что ты это такое, кореш? Он говорит, мне нравится. Я говорю, ну это же вредно. Я веду с ними разговор. Да, это успех не приносит. Но и молчать не собираюсь. Андрей, а помимо кикбоксинга, у тебя есть какие-то планы на жизнь? Вот ты завершишь обучение в колледже. Допустим, спортивная карьера рано или поздно, она все равно будет в прошлом. Есть еще какие-то планы у тебя на жизнь? Работать? Ну, может быть, буду работать тренером. Отучусь. Звание будет, заслуги. Думаю, ко мне люди пойдут заниматься, буду воспитывать учеников. Давайте напоследок о планах на будущее, ближайшее будущее. Какие у вас планы и какие у вас цели на этот год? Цель? Мы не останавливаемся, мы работаем, много работаем. Впереди у нас учебно-тренировочные сборы. Двух-трехнедельные. Планируем, может, Краснодарский край поедем. В прошлом году были в Крыму, недалеко от Судака. В этом году Краснодарский край планируем. Нас тоже очень много желают, чтобы на эти сборы. Порядка 30-40 человек отвезем на эти сборы. Осенью всероссийские соревнования и Кубок России. Будем участвовать на той стороне. И очень будет, значит, время будет готовиться на дальнейшие крупные соревнования. Еще лучше. Иногда, когда подряд соревнования международные и всероссийские, Иногда ты полностью не успеваешь сбору пройти. Если быстро мобилизованно 2-3 недели готовишься, А когда 2-3 месяца у тебя времени, это очень отлично. Это очень хорошее время. Когда, допустим, у него в 4 раза спокойный режим тренировки. А когда уже на крупные соревнования, мы уже их увеличиваем до 12. Впереди у нас мелкие соревнования по совершенному дню победы. По боксу соревнований у нас эти выходные. На следующие поедем открыть турнир МГФСО Москва. Потому что подраставшее поколение тоже хочет проверить себя. Очень много молодых ребят рвутся. Нам это очень приятно. Приходите, занимайтесь с нами вместе. Становитесь сильнее. Желаем вам удачи и ждем новых побед. Спасибо. Спасибо. Спасибо.